Дети, идите пить чай. Семья до сих пор, и это очень хорошо, остается таким фундаментом нашего общества. У россиян все от души. Вот есть любовь, значит будет семья. Нет любви, значит будут думать, выбирать, смотреть. Нет-нет, все как было, так и есть. Поэтому семья это до сих пор ячейка общества. Это замечательно. Наталья и Юрий вместе 13 лет. Быть или не быть, долго не думали. Через два месяца после знакомства пошли в ЗАГС. И с тех пор, как и обещали, все делят поровну. Много разных теорий, что мужчина это глава семьи, женщина это женщина. Я лично из тех людей, которые считают, что брак это 50 на 50. То есть это взаимовыгода, взаимопомощь, взаимовыручка. То есть это, выражаясь, скажем, капиталистическим языком, это бизнес. Это бизнес, когда два партнера собрались и вместе строят компанию. Компанию в виде семьи. Сами Юрий и Наталья из многодетных семей. И подрастающие коломейцы вы уверены, любая счастливая семья – большая и дружная. Я бы хотела стать врачом, и я бы хотела, чтобы у меня было три ребенка, две дядьки и один мальчик. Чтобы я приходила с работы в 8 часов вечера, и чтобы у меня была большая квартира. Это наш сын и дочка. А это уже дочка с братиком. Тут тоже мы с семьей. Семья вся. Супруги Башта вместе уже 64 года. Сегодня они листают семейный альбом и вспоминают молодость. В далеком 51-м познакомились на улице. Через три месяца поняли, что жить друг без друга уже не могут. Решили пожениться. Говорят, это и была та самая любовь с первого взгляда. Да втюрился я. Втюрился вот так вот. Как-то понравилось отношение, разговор, суждение. Потому что это мнение, высказанное, оно же сразу определяет человека. В семейной жизни было все. И долгие месяцы ожидания, когда супруг уходил в рейсы. И счастливые встречи на причале. Говорят, преодолеть все помогла любовь. Поддерживали друг друга. Понимали. Считают, что залог семейной жизни именно в этом. Во всем помогал. И на даче, и дома. Он мог и полы помыть, и постирать, и поутюжить. Все делал. А кто у вас в семье главный и почему? Это я ответил. Женщина вообще, прожившая жизнь, она практичнее мужчины, тоже прожившие столько жизней. Вот. Поэтому тут даже никаких разговоров не. Она у меня дирижер. Семейный дирижер. В Международный день семьи их поздравляют дети, внуки и правнуки. Супруги. Пример не только для своих родных и близких. В торжественной обстановке им вручают медаль за любовь и верность. Уважаемые гости. Больше супругов. Больше. 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 Шли практически 4 года. Дошли. Решение приняли очень быстро. Ну, время думать у меня не было. Мы, несмотря на все стереотипы, не побоялись месяца мая, не побоялись такой погоды. Вот эти ценности, конечно, это огромный вклад наших родителей. Мам, пап, воспитание наше. Брак первый, брак последний. Средний, с уверенностью. Ну, готовый, так сказать. Сотрудники ЗАГСа утверждают, крепкие пары видно сразу. Видно, как они друг к другу относятся. Если они трепетно, вот именно даже в день подачи заявления, чувствуешь, что у них любовь крепкая. И они также приходят на регистрацию брака с таким же чувством. И дальше идут по жизни, деток регистрируют. А есть, которые просто, ну, просто замуж надо выйти. Или просто жениться. По статистике, желающих связать себя узами брака с каждым годом становится все больше. Показатели экономики, современный ритм жизни и популярность свободных отношений не помеха. На протяжении веков, несмотря на смену поколений, властей и ценностей, семья остается неизменной единицей жизни и важной составляющей человеческого счастья. Субтитры подогнал «Симон»!